Рождаемость в Алтайском крае падает все ниже. С каждым годом в регионе на свет появляется на тысячу малышей меньше, чем годом ранее. В 2024 мы движемся к цифре в 15,5 тысяч новорожденных. Это минимальный показатель, зафиксированный в крае с начала 90-х. Спад более чем в два раза. Есть и хорошая новость. Снизился и показатель абсолютной смертности населения за год примерно на 10%. Однако общий показатель не изменился из-за оттока людей из Алтайского края. Сейчас в регионе средняя продолжительность жизни равна отметке в 71 год. Где-то 70,5-76 на сегодня мы имеем ОППЖ, ну вот 24-го года. То есть мы отвоевываем показатели этого самого ковидного периода. А вообще сверхзадача стоит к 30-му году это 77 лет. Трагедия в Быстроистокском районе. В одном из сел погиб двухлетний ребенок. По данным следствия, 8 ноября девочка гуляла на улице без надлежащего контроля со стороны родителей. В какой-то момент ребенок вышел за пределы приусадебной территории и упал в большую лужу. Малышка не смогла из нее самостоятельно выбраться и захлебнулась. В бессознательном состоянии ребенка госпитализировали, но, несмотря на реанимационные действия, девочка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Также проводится проверка по поручению главного прокурора Алтайского края Антона Германа. Олейску впервые за 6 лет выдали паспорт готовности к отопительному сезону. Получить документ, который подтверждает возможность пережить холодный сезон без перебоев, позволила комплексная модернизация системы теплоснабжения города. А между тем, всем без исключения муниципалитетам края правительство региона поручило оснастить котельные резервными источниками электроэнергии. Как показала первая метель, они хорошие подспорья в непогоду для исключения перебоев в теплоснабжении социальных объектов. Третьи сутки в регионе наблюдается сильный ветер, который то и дело валит деревья, обрывает провода. Последствия от разгула стихии, которая особенно бушевала 10 ноября, устраняют в крае до сих пор. Так, из-за непогоды только без электричества осталось 50 населенных пунктов. Семьстрена бригада была задействована порядка 300 человек, ну и около 100 единиц техники на устранении работали. Действительно, сегодня точечные работы продолжаются по заявкам потребителей. В основном это Славгородская зона. Последствия первой метели этого сезона стали повесткой оперативного совещания в правительстве края. Отдельно обсудили ущерб, нанесенный социальным объектом. Подсчитано, что в шести районах края с них снесло кровли. Особенно серьезно пострадала крыша детского сада в селе Табуны. Там идет экстренная разработка сметы на восстановление, на ремонт кровли. Дети распределены по двум детским садам, вернее в один детский сад и в корпус этого же детского сада. Сегодня должен начаться там демонтаж кровли. Учебный план пришлось скорректировать и в населенных пунктах, где из-за отключения света обесточенными остались и школьные котельные. Так в селе Максимовка Славгородского округа дважды пришлось подключать резервный источник электроснабжения, чтобы возобновить в школе учебный процесс. Они подключили опять дизель-генератор. Учебный процесс должны будут начать, я так понимаю, сегодня с обеда, там уже по свету. Дизель-генератор обеспечит только работу котельных. Чтобы в будущем избежать подобных перебоев, муниципалитетам края поручено закупить генераторы для всех котельных, которые отапливают значимые объекты. За последние два года резервными установками обеспечили 535 котельных региона, но еще более 80 сооружений дизельных генераторов не имеют. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима получил вор и живодер из Угловского района. Поймать преступника помогли неравнодушные местные жители. В марте этого года подсудимый подстрелил двух котов из пневматического оружия. Один из них скончался на месте, второго удалось вылечить. Из его черепа достали 7 пулик. Кот прошел реабилитацию в приюте, после чего его отдали в добрые руки. Помимо живодерства, мужчину обвинили в покушении на хищение дров и присвоении денежных средств местных жителей. Последний раз подобные дела по живодерству в крае рассматривали три года назад. Тогда житель Паловского района получил три года условно за расправу над собакой кирпичом и молотком. А женщине из Рубцовска дали условный срок за убийство собаки. По словам ее соседей, она ела животных для профилактики от туберкулеза. В прокуратуре подчеркивают, что нынешний приговор мужчине из Угловского района должен напомнить, что за жестокое обращение с животными можно получить реальный срок. Половина продукции на отечественном рынке не соответствует нормам. Им в основном это продукты питания, считает председатель Союза потребителей России. Между тем, здоровье людей во многом зависит от того, что они едят. В Всемирный день качества, который отмечали 14 ноября, на базе одной из компаний мы решили провести небольшой эксперимент по оценке качества базовых продуктов питания, в частности крупы и хлопьев. О его результатах, а также в целом о ситуации на рынке пищевой продукции в сюжете Елена Макаренко. Если мы возьмем с вами две зерновки, то есть на одной будет пленочка, это считается не обрушенное зерно, а вторая зерновка уже без этой пленочки, вот как раз из которой и получается наша всеми любимая каша Геркулес. В одном из двух контейнеров так называемое входящее зерно овса. Сейчас его отправляют на первичную стадию обработки, то есть очистки. Умная машина с помощью инфракрасной технологии отсортирует зерна, те, что без шелухи и с ней. По чистоте сырья, говорят специалисты, и судят о его качестве. И, конечно, это напрямую влияет на качество уже переработанной продукции. Вот здесь даже невооруженным взглядом непрофессионала видно, что здесь у нас получились как раз таки обрушенные зерна, которые дальше уже пойдут в производство на изготовление крупы. А в отход у нас пошли большинство не обрушенных зерен, какие-то черные включения, грязь. Ни грязи, ни каких-либо включений в пищевой продукции быть не должно, но это в норме. На практике в тех же сыпучих продуктах нередко можно встретить и посторонние вещества, и предметы, и даже жучков и червей. В опытных образцах овсяных хлопьев, что для эксперимента приобрели в магазине известной торговой сети, после очистки на фотосепараторе, еще немало брака. Посмотрите, сколько еще грязи и примесей мы убрали оттуда. И этим моментом мы повысили качество продукта. Эксперты в области сортировки сыпучей продукции утверждают, ситуация на рынке пищевой промышленности оставляет желать лучшего. Многие производители радеют не столько за качество, столько за количество выпускаемых объемов. Вот это вот белеса идет, а вот это вот отход черной точки. Так вот, был заказчик, который приходит к нам и говорит, настройте мне фотосепаратор, чтобы было все ярко-желтое. Мы настраиваем ему. Ну, соответственно, вот это все идет в отход. Я говорю, какая цель? Он говорит, Германия, они покупают, им нужно ярко-ярко-желтое. Все, мы задачу выполнили, он купил, довольный. Через какое-то время приходит следующий заказчик, тоже на горчицу, но уже на российском рынке. Он говорит, уберите мне только вот эти черные. Я говорю, ну а вот эти белые, они же нет. У нас в России все съедят. От качества питания людей во многом зависит их здоровье. Но трициологи убеждены, что те же плохо очищенные крупы могут вызывать расстройство кишечника. А чем чаще оно происходит, тем больше рисков для развития аллергии, аутоиммунных болезней. Специалисты по питанию советуют покупателям быть взыскательными. Просто нужно выбирать, уметь смотреть, читать этикетки, конечно, ориентироваться где-то на цену. В неделю качество товаров, которое проходит сейчас в России по всей стране, производители и торговые сети призывают к добросовестному подходу в работе, а потребители к грамотному выбору товаров. Специалисты говорят, производители, которые дорожат своим именем, а значит, болеют за качество своей продукции, медленно, но все же становится больше. Мы 100% до этого дойдем, но, к сожалению, я думаю, это не так быстро будет. Сам рынок диктует, чтобы продукцию, которую выпускают, была качественная. Потому что при плюс-минус небольшой разнице в стоимости, каждый потребитель будет своим рублем голосовать за то, что чище, то, что вкуснее, то, что лучше упаковано. В то же время обеспечение высокого уровня продукции, считают эксперты, невозможно без внедрения на предприятиях интеллектуальных систем, которые могут контролировать качество. Развивать передовые технологии в стране нужно семимильными шагами. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов, День с толком. В ноябре по традиции месяц красных ценников в магазинах. Некоторые отделы предлагают скидки от 40 до 70%. Наши корреспонденты пытались выяснить, что кроется за большими скидками и кто на самом деле оказывается в выигрыше в ходе скидочной ноябрьской недели. Это насколько они ее завышали, да, и что до 70% готовы были снизить, да, цену и как бы осталось там совсем, ну там, например, тысяча рублей, да, за какой-то крем, то мне кажется, это даже опасно такое покупать, потому что, ну, из чего это сделано. В 70% скидки Аша, любитель шопинга, профессия стилиста обязывает не очень-то и верит. Да и в принципе на распродажах редко что-то покупает. Берет вверх вторая профессия маркетолога. Бывает такое, что, например, компании решают, во-первых, добрать план продаж, да, как бы перед коллекциями новыми и они действительно делают скидки на те товары, которые, ну, как ликвидация товара происходит. На самом деле большие скидки на новые коллекции в период распродаж никто никогда не делает. Чаще всего ценник резко идет вниз на одежду прошедшего сезона. Хорошую, красивую, но все же тучу время уже вышло. 1 декабря все, что сейчас на стойках здесь по распродаже, оно уедет и его место займут продукт красивый, новогодний, сезонный в тот момент. Это, я думаю, общая мировая такая практика, тенденция, поэтому, наверное, в ноябре есть эти праздники, черная пятница, шопинг-дни. Они как раз для того, чтобы где-то, да, почистить остатки. Все эти мероприятия, они не проявление какой-то благотворительности и прочих, так сказать, благих намерений, да. То есть, все-таки потери, которые может понести от неправильных решений, в том числе и ценовых фирм, они гораздо больше, и поэтому она с большей серьезностью ко всем этим процессам подходит. Она все тщательно считает, и все вот эти скидки, так сказать, и прочие вещи, они уже включены в цену товара. Крупные магазины, небольшие отделы, маркетплейсы всегда останутся в выигрыше, уверен экономист. А вот что касается покупателя, на самом деле есть разные типы. Кто-то с деньгами расстается легко, а кто-то будет сильно расстроен, если в соседнем магазине тот же товар окажется на 300 рублей дешевле. Поэтому эксперты советуют тщательно взвешивать свою покупательскую способность, в том числе и в сезон распродаж, и уметь останавливаться, когда, что называется, понесло. «Есть формула расчета часа, стоимости вашего часа рабочего, жизни, здесь не важно. Мы берем свой доход за год и делим эту цифру на 2000. Эта цифра, которая получается в конце, зачастую она является отрезвляющей для многих. Сейчас Новый год приближается, в том числе, да. Балерина, красивая игрушка-балерина, которую перед Новым годом, да, она манит, ну, рублей там 500 она стоит, и казалось бы, ну, что я себе не могу позволить. А когда мы вспоминаем, что зачастую у среднестатистического жителя Барнаула стоимость рабочего часа – это там 370 рублей, а иногда эта цифра бывает еще ниже, то, соответственно, балерина – это не просто игрушка, а это два часа вашей работы». В период распродаж люди часто совершают спонтанные покупки, продолжают эксперты. Чтобы действительно получить удовлетворение от шопинга, а не сожалеть о внезапно опустошенном кошельке, к покупкам надо подходить с точки зрения разумного потребления. «Не поддаваться сиюминутным каким-то мотивам, да, а работать над процессом потребления и стараться приобретать лишь те продукты, которые нам действительно необходимы в каждый конкретный момент времени». Кстати, со слов экспертов, неделя скидок была на пике популярности в России лет 10-15 назад. Теперь интерес к ней поугас, отчасти из-за снижения покупательской способности. Но если все же вкусные цены манят как магнит, стоит обязательно обратить внимание на срок годности товара и отследить его стоимость до распродажи и покупать вещь или технику, лишь когда цена действительно упала. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Барнаул заполнен пунктами выдачи товаров, купленных на маркетплейсах. Сейчас в краевой столице действует почти 630 точек ПВЗ. И это критическая отметка, считают эксперты. По их словам, бизнес онлайн-торговли постепенно снижает развитие вширь. Специалисты уверены, что новые места появляться будут, но штучно и на новых незанятых территориях, то есть в новых жилищных комплексах или торговых и офисных локациях. Несмотря на плотное расположение пунктов в Барнауле, все они востребованы. Но вместе с тем большое количество ПВЗ вскрыло другую проблему – нехватки кадров по всем позициям. Сейчас в пунктах решают эту проблему путем привлечения студентов. Ситуация настолько сложная, что для таких сотрудников вводят почасовую оплату. Час для них стоит от 1200 рублей. К слову, дефицит кадров на барнаульском рынке скоро ощутят еще острее. В ближайшие годы в Новоалтайске планируют построить крупный логистический центр одного из маркетплейсов. Наша съемочная группа решила выяснить у барнаульцев, что они думают о пунктах выдачи заказов, конкретно не стало ли их слишком много, как себя ведут сотрудники и заменят ли ПВЗ простые магазины. Часто пользуетесь пунктами выдачи заказов? Да. Что заказываете в основном? Ну, в смысле, в фирме какая-то? Ну, в маркетплейсах что заказываете? Да, ну, одежду в основном. Ну и вообще практически все. По дому что-то. Товая химия всякая, да? Ну, да. Чаще всего какие-нибудь аксессуары для гаджетов. А вообще вот маркетплейсы могут заменить магазин, как считаете? Ну, совсем они не могут заменить, но я тоже думаю о том, что это серьезная проблема, наверное, вот из этих вот, где, которые хозяйственными торгуют, я уже даже, видите, забываю, как они зовут. Новокс, например, название. Вот, я думаю, у них, наверное, сильно убавилось-то покупателей. Я думаю, да, практически на 100%, потому что мне проще это, ну, не выходить из зоны комфорта. Дома сидишь, заказал, и все, и не надо никуда ходить. И причем даже доставку можно на дом оформить. Более 600 ПВЗ по Барнаулу, как считаете, не многовато ли? Ну, для удобства человека, в принципе, хорошо, если их будет больше. В плане того, что не надо куда-то далеко идти. Не было бы спроса, их бы не было. Значит, что-то с магазинами, ну, меняется серьезная система, потому что это дешевле товары еще, важный момент. Мне вот близко, еще они дешевле. Я думаю, это что нормально, потому что я часто заказываю. Я заказываю в разных местах города, и мне удобно то, что сначала ты там берешь, потом ты можешь там взять. Как и к вам, может быть, по-хамски на ПВЗ относились или? Да, ну, нет. Нет. Я думаю, все хорошо обычно. Люди приветливые, все добрые. Вежливые очень люди, они заинтересованы в клиентах. Это же частники открывают, им надо, чтобы как можно больше к ним пришло людей. Почти 400 многоэтажек в Край обновили в этом году благодаря фонду капитального ремонта. В числе обновленных зданий и злополучный Барнаульский дом по адресу Юрина, 202А. Он прославился летом этого года. Тогда, во время сильных ливней, неоднократно топило квартиру девушки-сироты. История даже привлекла внимание прокуратуры и следкома Края. К сегодняшнему дню и кровлю многоэтажки, и затопленную квартиру отремонтировали. Но почему девушка до сих пор не может проживать в ней? И кто ответит за халатность? В сюжете Елена Макаренко. Я как сирота получила квартиру по адресу Юрина, 202А. Управляющая компания разобрала крышу и в связи с сильными ливнями всю квартиру затопила. Провисший потолок, вода из вентиляции, лужи на полу. Такая ситуация, рассказывает Анастасия, в июле накрывала ее трижды. По словам девушки, она неоднократно обращалась в региональное жилищное управление и управляющую компанию, но они тогда бездействовали. После обнародования ролика в соцсетях, история сироты заинтересовались прокуратура и Следственный комитет Края. Этот угол был весь мокрый. То есть прям насквозь, я не знаю, с него лилось. Прямо ручьем. К ситуации подключился и поставщик жилья сироте. Минстрой Края. В подтопленной квартире, которая находится на верхнем этаже многоэтажки, он провел косметический ремонт. Как уточнили представители ведомства, работы шли четыре недели подряд. Стены тщательно обрабатывали от плесени. Но качество ремонта, говорит Анастасия, оставляет желать лучшего. Пол стал скрипеть, плинтус от стен отходит. И все же это не главное, говорит девушка. Куда важнее безопасность. К слову, акт о проведенном ремонте девушка подписала. И к РЖУ, которая обеспечила сироту жильем после семи лет ожидания в очереди, претензий у нее меньше, чем к управляющей компании. Они обещали заменить щит электрический, обещали прислать электрика, чтобы проверили годность электрики, безопасна ли вообще она, можно ли тут проживать. И еще они обещали сделать перерасчет по коммунальным услугам. Так они и этого до сих пор не сделали. До сих пор непонятно девушке и причиной, из-за которой залило квартиру в июле. Версии звучат разные. Крыша протекла, потому что обветшала, были проблемы с водоотводом, ее открыли перед капитальным ремонтом. Мы услышали следующее объяснение. По данной квартире, изначально до проведения капитального ремонта мы делаем рассылку в адрес управляющих организаций органов местного самоуправления по подготовке крыши к проведению ремонта. То есть здесь управляющая организация своевременно, можно сказать, приступила к этим работам, демонтировали антенны, и вот через вот эти отверстия от антенн произошло подтопление квартиры. Сегодня у многоэтажки, которая вошла в программу фонда капитального ремонта жилья, новая крыша. На ремонт кровли двух корпусов фондам направлено больше 5 миллионов рублей. В принципе, я думаю, 10-15 лет беспроблемной эксплуатации крыши, я думаю, хватит. Но вот когда девушка с мужем и детьми сможет вернуться в свою квартиру, вопрос пока открытый. Чтобы сделать основательный ремонт уже своими силами, говорит Анастасия, нужно убедиться в безопасности жилья. Отметим, по злополучной квартире сироты продолжается следствие по статье «Халатность». Хотелось, чтобы относились так же, как к обычным людям. То есть мы не хуже. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. Восьмерых человек спасли автоинспекторы при пожаре в поселке Кировский Топчихинского района. Лейтенанты полиции Елизаров Никита и Клюев Иван предотвратили трагедию, когда патрулировали поселок и заметили густой дым на одной из улиц. Да что такое? Выходите быстрее из полиции, у вас дом горит, крыша. И соседи горят, от соседей труба загорелась. К тому времени крыша дома уже была охвачена огнем. Пламя перекинулось на веранду. Инспекторы разбудили жильцов и помогли им собрать документы. Из одной квартиры дома сотрудники вывели 86-летнего мужчину, из другой – пять взрослых и двух детей 8-12 лет. Прибывшие пожарные локализовали очаг возгорания. После того, как граждане оказались в безопасности, сотрудники ДПС вынесли из дома несколько газовых баллонов, которые могли стать причиной взрыва. В результате грамотных и профессиональных действий сотрудников полиции удалось избежать трагических последствий. Каждый из десяти рожденных в мире малышей недоношенный. Многие из этих деток умирают. Но в России сейчас спасают большую часть новорожденных с низкой массой тела. К примеру, в Барнауле выхаживают не только килограммовых малышей, но и тех, кто при рождении весит, к примеру, 480 граммов. Можно ли предотвратить преждевременные роды и как помогают мамочкам малышей с низкой массой тела преодолеть шок, а иначе это не назовешь? Накануне Дня недоношенных детей выясняли наши корреспонденты. От 50 до 60 малышей с экстремально низкой массой тела, менее килограмма, ежегодно появляются на свет только в перинатальном центре ДАР. Нынче таких деток родилось лишь 30, но цифры год от года варьируются. Причины преждевременных родов разные. Тяжелые патологии у будущей мамы, патологии у самого еще нерожденного малыша и только один. Ребенком врачи активно занимаются и помогают ему социализироваться. В этом году уже 11-го малыша мы выписали, который был меньше 500 грамм. Сейчас у нас лежит малыш 400 грамм при рождении, но он уже набрал, он уже 600 грамм. Он набрал 50% от своего первого веса, уже дышит благодаря масочке, то есть это не инвазивная вентиляция. Мы надеемся, что тоже выписка будет, но еще требуется время. Время для адаптации требуется не только малышам, но и их мамам. Преждевременные роды для большинства женщин не просто стресс, это шок. Сейчас все позади, но три года назад организм Олеси из-за проблем со здоровьем дал сбой, и у нее родился малыш весом 1,3 кг. За 9 лет до этих родов ребенок был похоронен, немного более младшим, то есть сроки по беременности на 26 неделях, поэтому это было очень, конечно, тяжело. И были моменты, когда и возле кувеза, когда ребенок уже выхаживался, то есть и сознание бывало теряло, и все, все, все. Ну, в итоге врачи сказали, будешь падать, не зайдешь в реанимацию больше. Поэтому держала себя в руках, куда деваться. Чтобы женщина пришла в себя, это важно не только для нее самой, но и для малыша. Работает команда врачей и психологов. Кого-то просто не трогают и дают осознать, что произошло, кого-то отвлекают разного рода занятиями. Ведь мамочки месяцами живут в больнице. Просто нужно в нужный момент предложить, что пойдемте сейчас позанимаемся чем-то. Но опять же мы не настаиваем, мы не заставляем. Я прекрасно понимаю по себе это в первую очередь. Вот такой у нас прекрасный слой не получится. Он как символ того, что у нас хвост всегда будет оба подняты вверх. Пишут картины, вяжут, шьют. Сегодня мамочки делали часть от будущей гирлянды. Такие встречи просто необходимы, уверена психолог. Но врачи напоминают женщинам, что беременность всегда должна проходить под наблюдением специалистов. Маме необходимо еще перед беременностью пройти все обследования, выявить у нее, так скажем, слабые стороны и непосредственно к беременности подготовиться. Если у женщины есть какое-то заболевание, могут быть хронические очаги инфекции, то есть врач узкой специальности по той болезни, которой она болеет, непосредственно уже назначит ей лечение, назначит ей профилактику. Такие меры призваны помочь выносить малыша до нужного срока. Но если все-таки преждевременных родов избежать не удалось и малыш родился недоношенным, не стоит думать, что в дальнейшем ребенок обязательно будет больным и слабым. Исключение из этого множество. Конечно, очень переживала, очень переживала. Столько было слез выплакано, что просто словами не высказать. Когда вот это все видишь, на это все смотришь, и тебя мысли только посещают, чтобы твой ребенок жил. Уже не думаешь о каких-то, что будут какие-то проблемы, какие-то заболевания, еще что-то. На первых порах, конечно, по крайней мере, у меня не знаю, как у других было, только то, чтобы он жил. В Алтайском крае спасли замерзающих лебедей. Накануне в соцсетях появились кадры птиц с поврежденными крыльями и заметили в селе Баево. У лебедей не получалось плавать, в то время как озеро уже покрылось тонким льдом. В спасательной операции участвовали местные охотники и рыболовы вместе с сотрудниками Министерства природы. Как стало известно, в узкой протоке жили шесть лебедей. Четыре из них улетели на зимовку, а эти бедняги остались в Баево. Птиц уже накормили и отправили в Краевую организацию помощи диким животным, но и в ковчег для лечения. В Министерстве природы сообщают, что после реабилитации лебедей могут перевезти в заказник лебединой. До 80-летия Победы в Великой Отечественной войне осталось менее 200 дней. Подготовка к этому масштабному событию уже началась. В Барнауле открыли региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Подробнее о том, чем будут заниматься добровольцы и как попасть в их ряды, расскажет Данил Кузнецов. А вот какие самые знаменательные события в истории страны, вы знаете, практически все называли две даты. Это 9 мая 1945 года и это полет Гагарина в космос. Вот независимо от того, представители какого поколения, молодые ребята или взрослые. Представители разных поколений свело под одной крышей открытие первого регионального центра подготовки международного волонтерского корпуса 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятий, правда, будет очень много. Каждая памятная дата, дни единых действий, они будут все посвящены год 80-летию. Начиная от дня блокадного Ленинграда, заканчивая огненными картинами войны, свеча памяти, георгиевская лента. Мы будем гражданам рассказывать, что это теперь символ Великой Победы, потому что за нее теперь есть официальная ответственность. Присоединиться к движению может любой житель края, достигший 14-летия. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте волонтеров Победы. Добровольцев обучат навыкам взаимодействия с людьми и напомнят о главных событиях этих сложных 4 лет истории нашей страны. Но это скорее актуально для юного поколения. У взрослых свои причины. Одна из причин, по которой я поддерживаю волонтеров Победы, это мой прадед Нестеров Алексей Денисович, который прошел всю войну. Он ушел из города Бийска, был призван, и он дошел до Кёнигсберга. Победу встретил там. В скором времени подобные волонтерские центры, приуроченные к 80-летию Великой Победы, откроются и в других муниципалитетах. Курировать их будет в том числе и Министерство молодежной политики Алтайского края, сказала на мероприятии начальник управления Екатерина Чатошникова. Центры станут точками соединения всех неравнодушных жителей по всему Алтайскому краю. Данил Кузнецов, Мария Костылева, Владислав Ковалев. День с толком. Его имя носит улица и гимназия Барнаула, но все ли жители города помнят о его подвиге? В 27-й гимназии создали мурал, посвященный герою Советского Союза Владимиру Смирнову. Это своеобразный подарок к столетию героя Великой Отечественной. Уверенный взгляд и большая любовь к родине. Именно такие мысли посещают, когда видишь портрет Владимира Смирнова. Будущий герой Советского Союза родился в Барнауле в 1924 году. Окончил 7 классов 27-й школы. А когда началась война, без раздумий отправился на фронт. И также, не сомневаясь в правильности своего решения, закрыл собой огонь вражеского пулемета. О героическом поступке знает каждый школьник этой гимназии. Это очень важно, поскольку на данный момент события войны все и дальше и дальше становятся от нас. И как раз таки очень важно сохранять эту память, чтобы молодежь знала нашу историю, понимала, что как было, чтобы этого не допустить вновь. В гимнатии готовятся торжественно отметить 100-летний юбилей Владимира Смирнова 18 ноября. К этой дате совместно с проектом «Лиц и герои» в учебном заведении решили создать мурал. Владимир Смирнов для нас такая центральная фигура при организации патриотических мероприятий в гимназии и в организации патриотического воспитания. И, наверное, с этой точки зрения его личность интересна для подростков тем, что он был очень молод, когда совершил свой подвиг. И вот как раз отнеся себя, свои личные качества с тем, какими личными качествами обладал Владимир Смирнов в момент, когда он принимал решение пойти на фронт, хотя мог бы остаться работать на заводе, когда он совершал подвиг. Для создания мурала в гимназию пригласили специалистов, которые занимаются цифровой росписью стен. Это позволяет наносить рисунок быстро, без лишнего запаха краски с баллончиков. Мурал создает робот, который до мельчайших подробностей воспроизводит разработанный рисунок. Приезжают наши ребята, наши команды, которые устанавливают это оборудование, выравнивают его по уровню, отцифровывают, откалибровывают, промывают и в дальнейшем загружают туда согласованный макет. После нажимаем на кнопку печать и оборудование начинает переносить изображение на поверхность. Это специальные экосольвентные чернила. Они безопасны, они имеют сертификаты, они сразу же запекаются ультрафиолетовой лампой. То есть изображение по факту уже сразу же сухое. Его можно протирать, мыть. Оно не выгорает, не выцветает, как говорится, на века. На создание образа Владимира Смирнова ушло около четырех часов. Портрет, цитаты из писем теперь будут украшать стену гимназии и каждый день напоминать школьникам о подвиге героя. Для команды Евгении этот мурал тоже особенный. Его компания уже создавала портрет ветерана Великой Отечественной, выдающихся спортсменов и деятелей науки. Говорит, каждая работа трепетна по-своему, ведь все это память для подрастающих и будущих поколений. Анастасия Дороган, Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.